В этот день, 11 октября 1922 года, Лев Троцкий на съезде комсомола призвал молодежь грызть гранит науки. Фраза сразу стала крылатой. 11 октября 1931 года в СССР было принято постановление о ликвидации частной торговли. 11 октября 1994 года в России наступил черный вторник. Произошло овальное падение курса рубля. В этот день, 11 октября, родились Борис Пельняк, писатель. Первый раз в опале он оказался из-за повести, в которой косвенно обвинял Сталина в убийстве популярного военного Фрунзе. В 1938 году арестован и расстрелян. Владимир Месищев, известный авиаконструктор. В 1937-38 годах во всем конструкторским бюро будто прошла какая-то эпидемия. Инженеры, руководство, главные конструкторы уходили с работы и не возвращались. На самом деле их забирал НКВД. Расстреляли Лангемака, отца знаменитой Катюши. На пытках сломали челюсть молодому королеву. Арестовали Туполева, Стечкина, Петлякова, Месищева. Биографы последнего пишут, что ему повезло. По-видимому, никого не оговорил, но чистосердечно признался в антисоветской деятельности и вредительстве. Впереди его ждала тюрьма, буквально набитая его коллегами. Владимир Михайлович родился в весьма состоятельной семье в Российской империи, поэтому иностранные языки он знал с детства – английский, польский, французский. Это очень поможет ему после окончания вуза на работе в Туполевском КБ, главном московом центре советской авиации. Во многом, благодаря его языковым способностям, Месищева направят в США. Там он будет готовить самолет в марке «Дуглас» к лицензионному производству в СССР под именем Ли-2. И это ему удастся. Скажем, его коллеги в Европе достигнут в этом гораздо меньших успехов. Но первые Ли-2 в небе он увидеть не успел. Сел в тюрьму. За ним пришли в 1938 году. Как мы и сказали в заключении, Месищев светил буквально весь цвет советского самолетостроения. Туполев, Петляков. Раньше он работал с ними на свободе. Теперь их кабинеты оказались перенесены в печально известную «Шарагу» – конструкторское бюро для ЗК. Официально это место называлось «ЦКБ-29». Располагалось оно в Москве. Ночью инженеров содержали под охраной на самом верхнем этаже. Днем спускали вниз за кульманы. Теперь их работу курировал НКВД, что приводило к просто анекдотичным случаям. Как-то зашла речь о смене на самолетах четырехтактовых двигателей на двухтактные. Руководство мудро посоветовало. Переходить сразу на двухтактные рискованно. Не лучше ли вам заняться трехтактными? Стоит ли говорить, что трехтактные двигатели пока еще не изобрели? Сидельцев освободили, как только грянула война. Месищев еще в тюрьме начал работу над интересным проектом дальнего бомбардировщика ДВБ-102. Позже он получил за него госпремию, но главный его вклад в победу – самолет Пе-2. Эта модель изначально авторства его старшего коллеги Петлякова, однако тот погиб, и самолет пришлось доводить до ума Месищеву. Во многом благодаря ему Пе-2 станет самым массовым бомбардировщиком войны, а его модификация «Москита» окажется просто непревзойденной по скорости. За этими самолетами не могли угнаться даже истребители противника. Второй серьезный прорыв конструктора Месищева связан с Корейской войной. Оттуда стали приходить сообщения о том, как советские реактивные истребители МиГ-15 воцарились в небе. В пяти воздушных боях с численно превосходящим противником самолетами МиГ-15 сбито 10 американских самолетов Б-29. Потерь самолетов МиГ-15 в этих боях не было. А ведь еще недавно Б-29 были просто недосягаемы для самолетов противника. Стало ясно, что пропеллер окончательно проиграл войну по реактивному двигателю. И вот 1 мая 1954 года на праздничном параде Москва увидела новый самолет «Красавец». Первый советский реактивный бомбардировщик М-4 авторства Месищева. Страны НАТО внимательно следили за новинками вооружения на советских парадах. Они тотчас назвали этого гиганта «Бизон». В 1930-е и 50-е годы в советских КБ работал целый ряд звездных инженеров. Одним из них, безусловно, был Месищев. В разное время он служил в семи конструкторских бюро, в четырех из них был руководителем. Но наступил момент, когда его странили от этой творческой работы. Когда в воздух поднялась первая баллистическая ракета, советское руководство решило, что теперь в больших самолетах больше не нуждается. И вместе с Месищевым из его КБ уходила целая эпоха.